Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста Евангелия от Луки 23, 43, мы зададимся вопросом, ошибался ли Христос, когда сказал разбойнику на кресте, что он попадет в рай в тот же день, когда и Христос умрет на кресте? Действительно, давайте попытаемся порассуждать над этим вопросом. Прочитаем сначала Евангелие от Луки 23, 42-43. «И сказал Иисусу, то есть разбойник, «Помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое». «И сказал Ему Иисус, истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю». Но Христос вознесся на небо значительно позже, немножко как бы непонятно. Смерть – это отделение души от тела, при этом он и проповедовал душою в Ааде, об этом пишет Петр. Вот здесь надо как бы расставить все по своим местам. Я вот знаю некоторых богословов, в том числе очень уважаемых мною. Один богослов целую лекцию прочитал, он не мог понять, кому Христос принес жертву. Если сам себе, то это жестоко, это непонятно. А если бы этот богослов прочитал бы чин литургии, то он бы понял, что Христос есть тот, кто приносит жертву, пересвященник наших духовных благ, тот, кто является этой жертвой, человек Христос и Иисус, взявший на себя грехи всего мира, и тот, кто принимает эту жертву – Бог. Но, к сожалению, у нас не всегда серьезно относятся к литургическим богослужебным текстам, хотя уже давно, лет сто, существует такое понятие, как литургическое богословие. Подлинное богословие Церкви, оно сохраняется не в учебниках по догматике, а именно в богослужебных текстах, там оно более выверено, более точно. И когда мы говорим о том, что происходит со Христом в момент отделения души от тела на кресте, вот вспоминается песнопение церковное, что во гробе Плотске, когда его положили во гроб телом, он там и лежал, в аде же душею, яка Бог, человеческой душею, яка Бог, «В раи же с разбойником и на престоле был Еси Христе с Отцем и Духом вся исполняя неописанной». Вот такое церковное песнопение. И смотрите, значит, божеством, где находится Христос с разбойником или без разбойника. Лука 23, 42-43, то, что мы уже прочитали, божеством. И сказал Иисусу, то есть разбойник, «Помяни меня, Господи, когда приидешь во царствие Твое, и сказал ему Иисус, истинно говорю Тебе, ныне же будешь со мною в раю». В этом смысле Христос, как Бог, не покидал ни рая и ни преисподний. Ну, об этом чуть ниже. «Телом, где находится Христос, телом, Лука 23, 53, и, сняв его, то есть с креста, обвил плащаницею и положил его в гробе, в высеченном скале, где еще никто не был положен». Это вот труды Иосифа Аримафейского. Это телом. «Душою человеческую». 1 Петра, 3 глава, 18-19 стих. «Потому что и Христос, чтобы привести нас к Богу, однажды пострадал за грехи наши, праведник за неправедных, быв умершвлен по плоти, но ожив духом, которым он и находящимся в темнице духом, сойдя проповедовал». А так как божество везде сущее, оно не отделилось ни от тела человеческого, ни от человеческой души. Поэтому мы и словословим «Во гробе плотские, в аде же с душею, якоб Бог, ибо он облистал от сиянием божества, в раи же с разбойником, и на престоле было все Христе, с отцем и духом, вся исполняя неописанной». Ну и чтобы нам затвердить эту мысль, что Бог абсолютно вездесущ, Бог не перемещается из одного пространства в другое, Он в ад сходит душею человеческой, а душа имеет положение во времени и в пространстве. Как и тело его тоже имело положение во времени и в пространстве. А вот о том, что Бог вездесущ, Псалом 138, с 8 по 16 стих. «Взойду ли на небо, скажем так, в рай, взойду ли на небо, восклицает Давид, ты там, сойду ли в преисподнюю, то есть в ад, и там ты, возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня и удержит меня десница твоя? Скажу ли, может быть, тьма скроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла как день, как тьма, так и свет, ибо ты устроил внутренности мои и соткал меня в очреве матери моей». Господь и там был с нами в очреве матери нашей. Давид продолжает. «Славлю тебя, потому что я дивно устроен, дивны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, образуем был во глубине утробы, зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». То есть Бог везде и сущий в пространстве и во времени. В нем все началось и все завершено. Как он и говорит, он альфа и омега, начало и конец, первый и последний. Христос, мне нравится это высказывание немецкого теолога Барта, «Христос – подлинный смысл человеческой истории». Именно как альфа и омега, начало и конец. Итак, сегодня мы ответили еще на один сложный вопрос. Подписывайтесь на библейский портал «Экзагет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах. И берегите себя. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!